Вот, судя по всему, пришло время и доблестной военщине хлебнуть кризисного дефицита бюджета на России. Не, ну а че, они же в самом деле не менты и ФСБшники, людей бить по площадям они могут и не согласиться, ведь якобы присягали защищать этих самых людей, а работу свою выполняют так себе, возвращаясь в основном в цинке с Донбасса в Сирии и Ливии, практически не решая стратегических задач. Кроме того, в рядах этой самой российской военщины полно всяких дармоедов по типу медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов, тыловиков, которых пушечным мясом не сделаешь, а зарплату вынь да положь. Вот посему Запоребриковый Минфин покумекал, чем бог дал, и подготовил проект реформы российских вооруженных сил, который предусматривает оптимизацию расходов на армию, в частности, сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. В рамках оптимизации Минфин предлагает сократить число свободных вакансий и перевести на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач, то есть вышеназванных, медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков. Но действительно, зачем армии Лаптевиля все эти люди? Вот, например, медики. Разве доблестный запоребриковый солдат болеет? Да никогда в жизни, ведь он либо возвращается с победой, либо падает смертью храбрых на поле боя. Учитывая, что побед у армии нет, зачем держать целую свору медиков, когда лучше их оптимизировать гробовщиками? Или вот преподаватели военного дела? На кой черт сдались эти старые вояки, которые учат там всяким стратегиям и тактикам? У балалайшной армии тактика одна – не удалось взять нахрапом, завалим трупами, как делал великий маршал Жюков. А все эти тактики и стратегии – это разговоры в пользу бедных, как говаривали великие полководцы портянных войск, бабы еще нарожают. А юристы? Вот скажите, зачем в армии юристы? Российская армия – это самодостаточная структура, которая сама разберется с законами и прочим. Да и вообще, какие законы в армии, если есть устав? От этих юристов вообще добра не жди. Того и гляди, начнут рассказывать про какие-то права человека. А какие права человека могут быть в мордорских войсках? Правильно, никаких. Какими вообще правами могут обладать духи, бесплотные на убой во имя обнуленного? Ну а вообще, кроме избавления от названных дармоедов, новая реформа армии предполагает, например, такие интересные инициативы, как увеличение сроков носки вещей военнослужащими, а также обеспечение контрактников питанием только во время боевого дежурства и на полевых выходах. Прямо смешно. Хорошо, что еще не нужно делить портянку одну на двоих, а только носить ее до стоячего положения. А про питание так вообще умора. Там и так питались почти подножным кормом, а теперь еще баланду будут выдавать только во время боевых задач и дежурств. А что же в промежутках делать солдатне? Питаться святым духом РПЦ? Хотя, знаете, вообще-то практика очень опасная. Только представьте себе полчища голодных военных, выпущенных из воинской части. Ужас, да и только, да мурашек пробирает. Ну и еще одна инициатива новой реформы, а точнее практика, которая реализуется уже сейчас, заключается в том, что выходное пособие российским срочникам, увольняемым с военной службы, будет уменьшено с двух до одного оклада и составит две тысячи рублей, что составляет около 25 долларов. Но вы же знаете этот курс доллара на России, поэтому вполне можно ожидать, что и меньше. Только представьте, дембельнулся какой-нибудь Ваня с Рязани где-нибудь на окраинах этого лоскута мировой карты, получив на руки 20 баксов. Вот как ему интересно хотя бы поесть пару дней на эти деньги, не говоря уже о том, чтобы добраться домой. И денег выслать-то особо некому, поскольку в Рязани, в нетопленной валежником избе, сидит мать, которая не в состоянии отправить сыну денег. Короче, зачетная реформа армии, которая прямо мотивирует бросить все и пойти отдавать долг Москве. Что сказать по этому поводу? Наверное, то, что мы восхищены инициативами, а весь мир просто трепещет перед тем, какой сильной сделает и без того могущественную военщину Третьего Рима новая реформа. Только мы бы для начала посоветовали проверить, а не наведен ли после всех этих инициатив весь ядерный потенциал Запоребрика на Кремль. Субтитры создавал DimaTorzok